на охотничью камеру можно много чего снять например зайца жующего листики проходящего мимо оленя и так далее но это скучно и вряд ли бы это вам понравилось так вот подобного в этом видео вы не увидите иногда на охотничьей камеры попадают весьма странные моменты их сложно объяснить вы увидите действительно страшные необъяснимые моменты которые засядут вашей голове надолго все это было снято совершенно случайно при помощи охотничьей камер и у нас 12 раз когда охотничья камера засняла необъяснимые моменты начнем посреди лесистой местности был небольшой поворот и ручей рядом густая роща и охотничья вышка автор видео со своей женой снимал все происходящее они забрались на вышку и просто начали выжидать животных снимая все в подряд и все что происходит вокруг них можно увидеть белок двух енотов и так далее но вскоре происходит нечто странное смотрите и слушайте все это не все 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 Продолжение следует... По началу они подумали, что это какое-то транспортное средство, по типу моторной лодки, проезжающей по реке. Были ли эти звуки чем-то таинственным? Некоторые зрители предполагали, что это вой мифического существа Скинвокер, то, чего боятся все американцы встретить в лесу. Очень популярная легенда. Или это был горный лев, волк, медведь? Что думаете, кому принадлежит этот рев? Этот жуткий снимок был опубликован в инстаграм. Сработал датчик движения на охотничьей камере, и мы получили вот такую картину. Странные светящиеся глаза, широкие плечи, покрытые темной шерстью. Это существо явно следит за оленем из-за дерева, может пытается напасть. Данный снимок был сделан в одном лесу штата Мичиган, и обнаружена группа охотников, которые установили камеру за несколько недель до данного кадра, в месте, где большое скопление лесных зверей. Скептический охотник предположил, что это может быть обычный охотник в камуфляже. Он ответил так людям, которые уверены, что на кадре снежный человек. Может ли быть, что это арангутанг, медведь или еще что-то подобное? Что думаете? Вариантов много, что это может быть, но фото, сделанное с охотничьей камеры, получилось жутким. Если вы хотите посмотреть и запрещенный ютубом ролик, который мне пришлось только что вырезать из этого выпуска, слушайте дальше. На видео изображен зомби-олень, был снят охотничьей камерой. Не фейк, гарантирую. Олень без части тела ходит, как ни в чем не бывало. Не кликбейт, пост за 26 февраля. Еще раз, чтобы потом не писали, где это видео зомби-оленям нас обманули и так далее. Пост в телеграм-канале за 26 февраля. А также, раз туда перешли, не забудьте подписаться, чтобы посмотреть все видео, которые не входят в выпуски канала Зомби Чез. По множеству причин. Некоторые видео нереально даже найти во всем интернете. Ссылка на экране и в описании. А мы продолжаем. Странное изображение было снято на охотничью камеру, установленное в лесистой местности на кладбище, возле могил. По словам очевидцев, их привлекло это очень сильно внимание, когда они увидели кадры, снятые на охотничью камеру. В них женщина, одетая как монахиня, возле могилы со скелетом, начала, видимо, танцевать. Вероятно, проводила какой-то мистический ритуал, обряд. Инцидент привлек большое внимание людей. Произошло 16 июля 2022 года в начале лесистой местности, вдоль оживленной дороги. Генеральное кладбище в Галле. Некоторые люди предполагают, что это был пранк или съемки какого-то кино, хотя камер там не видно. На женщине одета кремовая монашинская ряса и головной убор из чепса. На другом изображении кажется, что загадочная монахиня играет со скелетом какого-то животного, похожее на собачий. Что изображала или делала монахиня, неизвестно. Что вы думаете? Жительница Вермонта недавно нашла впечатляющие и уникальные кадры с охотничьей камеры рядом со своим домом. Редкие кадры зафиксировали точный момент, когда восьмиконечный олень сбрасывает рога. По словам экспертов по дикой природе, это ежегодное явление, но то, что практически невозможно снять на камеру. Видео было снято в Нортфилде. Автор утверждает, что она пришла на это место и нашла те самые рога, которые вскоре повесила у себя над камином. Олень просто ел яблоки, скинул рога и в шоке убежал вне зоны камеры. Хотя это и не пугающая вещь, но удивительная и редкая. А вот пугающее видео, где в кадр попал олень-мутант. Охотник заснял этого странного оленя, бродящего по его охотничьим угодьям. На первый взгляд кажется, что с этим оленем все в порядке. Но если вы понимаете, как обычно они выглядят, вы заметили, что рога этого существа слишком велики для его обычной головы. Охотник предположил, что этот олень может быть мутирован. Но некоторые зрители предполагают, что это просто такой вид оленей со странной формой рогов. Есть некоторые вещи, которые вы не сможете увидеть, если не присмотритесь повнимательней. Например, этот момент. Странный шар. В декабре 2022 года владелец этой охотничьей камеры заметил что-то странное на кадрах. Если вы еще не заметили ничего странного, посмотрите чуть выше. Странный шар летает между деревьями. Это не похоже на самолет или дрон или насекомое. На самом деле, это не похоже ни на что, известное нам. Инфракрасная подсветка, исходящая из камеры, выделяет неизвестный плавающий объект. Его движение делает его похожим на живое существо. У вас есть идеи, что это может быть? В этом видео мы видим двух оленей прямо перед камерой. Камеру разместил биолог, который хотел провести исследование волков, обитающих в скалистых горах. Однако, камера засняла совершенно не волков и не этих двух оленей. Что-то среди деревьев стоит. Есть даже тень от него. Существо стоит и наблюдает за двумя оленями. Ночью ничего и не видно, но камера записывала до самого утра. И это существо все еще там стоит. Тут уже четко можно его рассмотреть. Большая, черная мохнатая фигура, кажется, прячется или, облокотившись на дерево, уснула. Оно медленно покачивается, что дает нам понять, что оно живое. Интересно, почему два оленя не почувствовали, что прямо возле них стоит такое огромное волосатое существо? Может, это медведь, стоя на двух лапах, уснул? Какие у вас предположения, чем является эта гигантская фигура? Это видео было снято на охотничью видеоловушку, установленную в индийском лесном заповеднике, для наблюдения за дикой природой. На ролике можно увидеть мальчика, спокойно шагающего по лесной тропинке. Неожиданно, справа от ребенка, буквально из ниоткуда, материализуется полупрозрачная темная человеческая фигура и моментально сбивает его с ног. Эта сущность хватает свою жертву за ногу, однако быстро отпускает, потом, отойдя влево, растворяется в воздухе. Мальчик начинает бежать в безопасное место, оглядываясь назад. На охотничью камеру было заснято жуткое и даже удивительное явление. Его прозвали «Дыхание земли». Это произошло из-за того, что был сильный ветер, а земля рыхлая. За счет этого заставляет деревья и землю двигаться. На видео мы видим, как земля качается вверх и вниз. Если бы кому-то пришлось столкнуться с этим странным явлением, не зная, что это такое, и что это возможно в природе, то это было бы для очевидца чем-то мистическим и пугающим. Такое ощущение, что вы сейчас будете проглочены землей вот-вот. В 2021 году владелец дома, расположенного вблизи леса, расставил камеры-ловушки для слежки за обычными животными, когда на камеру попало совсем необычное животное. Он загрузил отснятый материал на YouTube, чтобы все могли это увидеть. Смотрите. Незадолго до 21.00, на одной из камер наблюдения, расположенной глубоко в лесу, мы видим большую фигуру, идущую слева направо. Что бы это ни было, оно огромного роста. Все тело существа покрыто длинной темной шерстью. Оно неуклюже проходит вдоль деревьев и исчезает в темноте. Что думаете, кто попал на камеру? Охотник в теплом камуфляже или снежный человек? Эта причудливая видеозапись с охотничьей камерой заставила все научное сообщество говорить, взбудоравшившись. Зоологи находясь в шоке после этого своеобразного видео и никогда даже не видели и не слышали о следующих взаимодействиях. Этот удивительный инцидент произошел в природном парке Южной Африки. На кадрах мы видим носорога и буйвола, а сверху на них сидит что-то похожее на пятнистого кота. Это генет. Самое здесь интересное и удивительное, когда произошло вот это. Согласно изображениям, генет выглядит так, как будто он нашел себе средство передвижения. Это маленькая млекопитающая, похожая на помесь кошки и мангуста. Пятнистая шерсть, длинные полосатые хвосты, маленькие головы и большие уши. Они очень подвижные и имеют очень быстрые рефлексы. Если носорога, похоже, не впечатлил генет, то мотивы крошечных млекопитающих неизвестны экспертам. Высказано предположение, что он может сидеть там из-за своей безопасности от хищников покрупнее. Предположительно, эта кукла является призрачной. В ней якобы таится злой дух. Но это согласно описанию данного ролика. Куклу разместили рано утром на зеленом стуле посреди лесного парка. Перед куклой разместили охотничью камеру, чтобы все, что происходит, показывало и записывало в режиме реального времени. Этим ранним утром нет ветра, который бы шевелил опавшие листья. Все кажется слишком тихим и спокойным, застывшим во времени. Жуткая кукла, кажется, смотрит прямо в камеру, Когда внезапно она яростно опрокидывается, как будто ее что-то невидимое сильно толкает. Хорошо присмотревшись, не видно ни веревок, ни лески, ни того, кто бы мог дернуть куклу чем-либо. Она падает сама по себе. Этот кадр хоть сильно и не придает правдивого ощущения, но выглядит жутко. Природа может быть красивой, но в одно время и устрашающей. Видео было опубликовано в июле 2019 года. У этих несчастных отдыхающих случилось кое-что страшное и опасное. Опасные хищники ночью бродили по их палаточному лагерю. На страшных кадрах видно, как человек выглядывает из-за пределов своей палатки только для того, чтобы увидеть огромного льва, проползающего мимо. Он быстро застегивает полог палатки, выключает свет и плашмя ложится внутрь палатки. Кажется, это насторожило львицу, которая прыгает через веревки возле палатки, когда большой лев спокойно наблюдает за ней. Пара львов крадется мимо палаток. Лев ходит взад-вперед, ожидая, когда ему подадут еду. А львица полулежа выжидает людей внутри палаток, дабы напасть. Крупный лев замечает человека в палатке и случайно сбивает крышу над пологом палатки. Львы продолжают выжидать людей, даже агрессивно вгрызаясь в палатку и дергая за веревки своими массивными когтями. Лев становится все более раздраженным и агрессивным. В конце концов, животные уходят прочь, не дождавшись, когда люди выйдут из палаток. Если вам нравится тематика этого видео, где мы рассматриваем самые жуткие моменты, снятые на охотничью камеру, и вы хотите третью часть, то выполните несколько простых действий. Лайк и приятный комментарий об этом видео. Я читаю почти все. Мне будет очень неприятно, если вы это напишите. А также, кто не подписан, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые уникальные выпуски. С вами был Зомби Чезе. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok